В 2017 году мы отследили несколько госзакупок, которые лично у меня, как у обывателя, вызывают вопросы. Это госзакупки служебного транспорта Акимовни районов. Это в частности в Зеленском районе была закуплена, очень дорогая машина, бюджетный Land Cruiser 200. Это несколько госзакупок было в Бурлийском районе. У меня, как у обывателя, всегда возникает вопрос, а чем обоснованы такие покупки дорогих автомобилей? Не стоят ли всегда, не проходят ли такие госзакупки, какую-то проверку на адекватность, скажем? Да, вы правы. Сейчас уже таких закупок нет, и мы не делаем так закупки. Но закон не запрещает этого. Во-первых, вопрос качества автомобиля. Автомобили, да, они дешевые. Новые, они качественные, и чем дороже, тем качественнее. Чем каждый год, каждые два года покупать некачественную машину, вот. Такие критерии тоже нужно иногда учитывать. Не иногда, а каждый раз. Поэтому мы говорим, в первую очередь, конечно, мы будем поддерживать. Вы помните, да, Минфин тоже сделал замечание, требования ужесточаются. То есть все эти закупки, они были законные. Но сейчас все, требование уже правительство ставит не покупать такие машины. Это, конечно, большая поддержка для нашего Казавтопрома. Здесь они могут хорошо поработать над своим качеством, над комплектацией машин. Ну и сейчас мы же видим хорошие машины в Казахстанске. Это нас радует. Раньше же не было этого. Потом нужно понимать, что мы находимся в Европейском экономическом союзе. То есть у соседей тоже можем машины покупать. У нас же КамАЗы не производят. Нам же техника тоже нужна. Нам нужна строительная техника. Но мы скорую помощь санитарному автотехнику покупаем у соседей. В Казахстане, к сожалению, мы еще не научились это делать. Спецтранспорт? Да, спецтранспорт, пожарную автотехнику для МЧС, для полицейских. Есть определенные требования, которые нужно соблюдать. Продолжение следует...